Светил стан первый в года, сейчас будет стан второй в года, и нюк, и просто соло в соло, соло в соло пытается убить года, год все-таки уходит, стики в кулдауне, еще 3-2-1 секунду, не догонит год, не догонит года здесь соло, не догонит никак. Вижена нету, никак не кинуть, в этот момент Вичдоктор идет на перетяжку, успевает Лилина, ой-ой-ой-ой-ой, она его еще и убила, о боже. Ну, красавчик, год смог разменяться здесь с Вичдоктором, в итоге собирает саппорта, и пробегали за ним Чен вместе с Вичдоктором. Времени, конечно, было выиграно очень много здесь, потому что два героя на него отвлекались, тем временем пятый левел уже на Чиспрофит, и понимаешь, что как только будет левел шестой, то каждый врыв года он будет фактически стопроцентным фрагом, потому что ульт Фуриона, ульт Лилины, и там никакой Зевс не переживет, шестой левел уже давным-давно у года, а вот как раз-таки у Номана еще его нету. Пятый Сайлент, третий ФНГ, четвертый уже Оперейшн, четвертый Оперейшн, и у Лила тоже дела хорошо, пятый на 1, ну Паша, Паша тоже чувствует себя пока великолепно, 31 на 5, ну хотя 35 на 13 у Сайлента. Сайлент чуть впереди, идет по крипстату, и в этот момент выход на Ночерс Профита, цепляют Фобоса, дает ему камень, Фобос, есть еще и Кентавр, Кентавр дает стан, Фобос закрывается, и что, неужели уйдет? Долго думал, долго думал, если бы сразу начал улететь, я не знаю, там был кулдаун или что, или может он там стоял, я не знаю, почему он там долго стоял, если бы сразу улетел, но это было бы очень жестко, если бы он улетел. Он, кстати, может умереть ФНГ, и он тут умрет. Да, молния и минус ФНГ. Это какой-то прям, ну совсем раш 3д ганг сейчас был от, ну вард стоит, да, видно, совсем-совсем раш 3д ганг от, собственно, от ФНГ, видели его на вардах очень четко, ну, получается вот так, ну бывает, бывает. Очень много у нас роуминга, экшена в начале, и те, кто фраг делать пытаются, умирают, и те, кто гангуют, убивают, и в итоге, так, выход в очередной раз на Фобоса, еще раз, еще разочек на Фобоса, Фобос закрывается, но очень удачно, 2 сейв тп пошло, Эмберспирит, есть ли у него ремнон? Да, есть ремнон, должен уходить отсюда. Слушай, Лил тоже может умереть, и Лил тоже умирает здесь, юзает он, фэрифайр не помогает ему, ну и Лина должна попытаться сделать пару фрагов, один есть, Паша застопит его Фобос, Паша, стан, получает Лина, еще один стан, зачинили, и все-таки мстят за Фобоса, минус 2, год опять с какой-то руной, он постоянно с какой-то руной. С дабл дэмэджем в очередной раз, и это очень хорошо сейчас, потому что разменял здорово своих тиммейтов, вместо того, чтобы забрать просто 2 фрага, забирают Чена, забирают Эмберспирита, и все это для Лины, которую практически не забирают, и которая продолжает сноуболиться, и довольно-таки быстро набирать свой левел и фарм. Ну что, 6-8, счет в пользу Вега Сквадрон, опять-таки, вот, огромное количество фрагов делала Вега, но мы видим по Нетворцу, что фраги делали не те герои, и не на тех героях, очень хорошо идут дела у года, и вы знаете, это Лина, как только она вынесет ветра, начнутся серьезнейшие проблемы у Веги Сквадрон, тому же Зевсу, совсем не позавидуешь, но мы понимаем, что и ганка Эмбера будет очень опасен, потому что поднимаешь ветра, и тебе, в принципе... А тебя уйти очень сложно. Ну, можно не успеть, но, опять-таки, так же проще. Ну, в тревела будет выходить Паша. Абсолютно ненужная смерть для него была, фраг он не заработал, заработал только 2 ассиста, умер, и вот, мы видим, немножко придется подождать. Агод! Раскастовывается на него, и не получается ничего, летит Тафурион. Зевс еще и ультует, потратил ультимейт в никуда. Аберинов умирает под Маледиктором. Умирает, да ладно, Маледиктор, это Киликс При, я думал, что действительно это в никуда, и все-таки там был Маледиктор, молодец. Тут молодец, науан, да и, в принципе, молодец. Все, потому что этот самый Маледиктор 2-го повешал, может, Дезвард, ФНГ сбивает. Как же много фрагов, и как же много экшен. Такое ощущение, что команды очень волнуются. А потому что так оно и есть. Если ты проигрываешь, ты вылетаешь, ты не будешь здесь, как же. Важна эта игра для ФНГ. Для минчанина ФНГ. Ну, не для минчанина ФНГ, это человек, который живет сейчас в Минске, сам из Минска. Как же ему хочется перед родной публикой здесь, перед белорусской сыграть. Да, действительно. Ну, я думаю, Вега тоже была бы не против, но завтра в плей-оффе будет только кто-то один. Напомним, что Liquid и LGD уже в полуфиналах. Evil Geniuses и Alliance уже в четвертьфиналах. Ну, и вот осталось узнать две команды. Это будет либо Virtus.pro, либо Vega, ну, а также либо Wings, либо Secret. На параллельном матче там тоже пока все очень интересно, и там тоже на 10-й минуте очень ровная игра. Чен сразу решает выйти в Аганим, потому что играет против Operation, и Мега здесь не будет так эффективно. Либо, возможно, Мегу зафармит Мак. Да, мы видим, что кажется, так и есть. Мак купил себе хедреску. Хотя это может быть и подпайп занял. О, йо-йо, Фэя, Чен. Замарвать. Или его Чен вызывает. Слушай, больно Чен, но, кстати, уйдет у него все-таки. И Паша будет пытаться ловить Сайлента. Да, полетели. Сайлент, Сайлент, Сайлент. Без ничего. Сайлент очень больно. Горит на него Паша. Полетела кассочка. Боже, какая дешевая смерть Сайлента сейчас. Девс его забирает. Ну, вообще, не Девс, а Дарксир. А как же так? Почему так просто бросили? Ой-ой-ой, очень битый. Тем временем соло. Как бы ему там не отлететь. Пошла ульта Фуриона и Смоук. Красавчики. Очень вовремя. Красавчики. Как же вовремя среагировали. Лишь надо нажать сейчас Смоук. Понятное дело, видели это ВП, но, в сути, не в топ. Да, Варта сейчас будет падать. Десять минут прошло. Десять шесть счет в пользу Веге, но по-прежнему топ-2 Недфорса принадлежит команде Виртус Про. По деньгам Вега уже вышла вперед. Отыгрываются. Здорово, Чен перехитрил Сайлента. Он прилетел как бы один, Сайлент нажал Омни Слэш, и через долю секунды упали крипы сверху, призванные через тест. И в итоге получилось так, что Омни Слэш залетел по крипам, Чен выжил, ну и, собственно говоря, это сильно решило. ТП уже на топе. И очередной пуш Тавра пошел. Но мы видим, пока бьют вышки они не особо больно, поэтому можно опять-таки ожидать какой-то дипенс от Веги. Ну, вряд ли уже этого Тавра, но если, например, пойду на какой-то Т2, то так легко не будет. Да, аппарат уже с ультимейтом. Ждем от него, конечно, глобального прокаста вместе с Фурионом, плюс Лина. Воду нужны витра. Очень близок к витрам. Там остается буквально только рецепт, по-моему. Полетел ультимейт. Ну, это так. Проверка. Фу, работает. Хорошо. Вот на этой кнопке забинжился. Я вспомнил. Так, Дарксир. Встревает Дарксир. Получает станчик. ФНГ. Есть ли у него свап? Есть свап, но маны не хватает. В итоге Дарксир убегает очень-очень далеко. Пытаются достать. Свапа все еще нет. Нет, все-таки свап есть. Закрывают мага. Маг проедает. Но бодиблока что? Неужели уйдет? Уже 40 хп. У мага и уходит он отсюда. И Фурион не может дать ультимейт, потому что просто-напросто не хватает маны. Браво, маг. Это ж надо так выжить было в этом моменте. Да, очень много времени потратили в ВП. Бежали за ним. Не хватало там то стана, то на свап маны, то еще на что-то. И маг в итоге ушел. Иоу, появляется у Лили. Давно-давно год не делал фраги. 4-2-2 у него мы видим статан. На Азев с ним линзу приобретает себе. Маск-хайл антифакт. Сейчас мы по-прежнему. Да, год впереди планеты всей по нетворцу. Но вот мы не пошел, уже обошел сайлента. Но и вот неплохо себя чувствует Чен. Потому что у Фобоса 3-4 станет вас, в треме как у Ченна 3-600. Действительно Чен будет выходить. А Паша играет через ПТ. Это не тревела, как я думал. Но вот тут мы видим Сайлент с Пашей на топе. Встретились. Это самый боевой Эмбер, которого любит Паша. Но в этой ситуации действительно боевого Эмбера еще можно более-менее собрать. И в смоках выход от Virtus.pro. Не видят этого, естественно, игроки команды Vega. По-моему, сами Vega там чем-то занимаются таким. Может быть, выходит в смоках. Паша у нас фармит. Есть наверняка у него Ремнант. Пытаются его найти. Аккуратненько заходит. Так, должен понимать сейчас. Он пока не видит. Он пока не видит. Нужен свап стан только так. И просто улетает Паша. Ой, и кажется, видели Ремнант. И что, успеет? Успеет. Да, в итоге очень хорошо. Все сделали. Гот подловил на Ремнанте, по-моему. Он видел, где поставил его Паша. И сейчас Ремнант не дает Вижена. Поэтому Паша там вообще не понимал, куда ему идти. Значит, еще Галды зарабатывает здесь. И Гот еще дальше уезжает вперед по отношению к Паше, к остальным героям, которые есть в этой игре. Ну и на 13-й минуте Сайлент с магом. Пвп. Хороший там вакуум от мага. Боже, что делает Эндрюха? Он пытается избежать каким-то образом Omni Slash. В итоге Сурж заканчивается. И просто его через Blade Fury сейчас заберет Сайлент. Да, так и есть. Отличная игра от Сайлента. Не добавил Omni Slash. Ты же понимаешь, что Дарксир может подбежать к крипам. В итоге запутал и Перемайндгеймил здесь Айрат своего визави. Да, и действительно, вторая смерть подряд. Так вот в соло получается невесело. А вот у самого соло 1400 галты до Аганима. Ну и мы понимаем, что будет вот этот зоопарк серьезнейший с драконами, еще там с кем-то. И как же сложно будет с ним драться тем временем ульта Паришина. По-моему, видели. Могли видеть сейчас. Могли, я не верю. Линза появляется у года. Так, ну и что? Фобос опять сейчас спейсить будет. Фобос здесь, ребята, креечу спейс как пожила просто. 16 зарядов было. Внеезапно, потому что понял, что все равно вряд ли поможет ему это. Погибает Фобос, дает инфу. Говорит, ребята, разревилил смок. Да, ну Фобос действительно очень много умирает. И вот с шутки шутками вот этот вот Фобос на Фурионе.